Сегодня мы расскажем о возможностях и особенностях плазмотерапии. Современная наука доказала, что из человеческой крови можно получить эликсир молодости, богатой тромбоцитами плазмы. В 2003 году российские ученые Ахмеров Зарудь впервые создали и запатентовали инъекционную форму богатой тромбоцитами плазмы. Они предложили коммерческое название процедуры плазмолифтинг. Плазмолифтинг или плазмотерапия – это метод стимуляции тканей путем местного введения инъекционной формы аутоплазмы, богатой тромбоцитом. Чем же так примечательна плазма крови и что же она содержит? Плазма – жидкая часть крови. В плазме помимо тромбоцитов содержатся альбумины, иммуноглобулины или антитела, цитокины, витамины, гормоны, ферменты, питательные вещества, минеральные соли и микроэлементы. То есть все то, что так необходимо организму и в частности нашей коже. С возрастом происходит ослабление местного иммунитета кожи. В результате к 35-40 годам некоторые люди начинают обнаруживать у себя участки гипер- или гипопигментации, ростного образования, таких как папилломы, ксантомы, сантеллязмы, фибромы. В более старшем возрасте такие явления встречаются еще чаще. В качестве нового и безопасного биологического стимулятора, действующего на всю цепочку регенерации, предлагается внутрикожная и подкожная инфектрация богатой тромбоцитами аутопазма. Женщинам в возрасте 40 лет и старше, а это период предменопаузы, менопаузы, период климакса, процедуры рекомендуются особенно. Перед и после травмирующих процедур, таких как пластические операции, фракционный термолиз, химические пилинги, лазерные шлифовки. Рекомендуется проводить 1-2 процедуры до и после фракционного термолиза. Хорошо сочетать плазмолифтинг с биоревитализацией. Всего на курс требуется 3-4 процедуры с интервалом 10-14 дней. Возрастных ограничений для процедуры нет. С 18 лет она делается по показаниям. Хороша эта процедура и для фотостарения кожи. Достаточно 1-2 процедуры до приема солнечных ванн и 1-2 после активной инсоляции и курса солярия. В трихологии плазмолифтинг является хорошим дополнением к основному лечению выпадения волос. Какие необходимы анализы перед проведением процедуры? Общий анализ крови, анализ на РВ, ВИЧ и гепатиты. Накануне процедуры рекомендуется воздержаться от приема жирной пищи и алкоголя. Выполняют процедуру натощак через 4 часа после последнего приема пищи. Использование богатой тромбоцитной плазмы дает возможность стимулировать процессы регенерации кожи, запуская естественные механизмы восстановления, активируя местный иммунитет, обмен веществ, улучшая микроциркуляцию. Это не токсично, не аллергенно. Является собственным биоматериалом, мощно стимулируя синтез калагену, гластина и гиалуроновой кислоты. Поскольку в дерму мы вводим собственную плазму, исключается вероятность аллергических реакций и перенос инфекций. Показания к проведению процедуры. Вялость, атрофея кожи, истончение, эластоз, фото- и хроностарение, все формы акне, сниженная регенерация и стрессовая кожа.